Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А в гостях в нашей программе директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Олегович, добрый день. Здравствуйте. Сегодня, уже буквально сейчас, рабочая группа Госдумы обсуждает перенос с кинотеатров на нижние этажи торговых центров. Депутаты от «Единой России» предлагают обязательно размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Они заявляют, что привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарных и иных видов безопасности, но и также в области государственного управления, строительства, уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров, таким образом, чтобы детские развлекательные центры и кинотеатры находились на первых этажах. И депутаты от «Единой России» хотят, чтобы уже в этом году, в конце года, вся работа с точки зрения нормативного правового регулирования была завершена. Как вы к этой инициативе депутатов относитесь? Я отношусь неоднозначно к этой инициативе, потому что, с одной стороны, все их действия благими намерениями оправдываются, а с другой стороны, если посмотреть, ведь все следствие кемеровской трагедии, если посмотреть на ситуацию, которая была в Хемерово, мы видели, что, собственно говоря, людям было выйти некуда из этого торгово-развлекательного центра. Допустим, что это будет одноэтажный торговый центр, в котором будет открыт и работать всего один выход. И вдруг случится такая ситуация. Ну, может, мы увидим, что спаслись больше людей, да? Но, скорее всего, результат при такой ситуации, когда из-за дыма, гари, ядовитых газов ничего не видно, то результат будет близок к тому, что был в Хемерово. То есть речь идет не о том, что... Вот о чем я хочу сказать, что вопрос не в том, на каком этаже. Хотя, наверное, это тоже важно, что люди, вдруг, найдя там какой-то выход, могли бы выпрыгнуть, условно говоря, а не выйти в дверь. А речь идет о том, чтобы с любого этажа должна быть возможность людям просто, легко и через короткое время выйти из этого помещения. А дальше, пусть на пятом этаже, чтобы с этого пятого этажа можно было спокойно спуститься. А перенос или принятие такого нормативного акта, перенос на первый этаж, говорит о том, что мы фактически перенесли, вот мы какие депутаты хорошие, сделали свое дело, заставляем их перенести, шансов там угореть и отравиться будет меньше. А все остальные вопросы, которые являются не менее важными, а, скорее всего, более важными, можно ли с первого этажа выйти людям во время каких-то чрезвычайных ситуаций, они ведь остаются без ответа. Вот можно в таких помещениях, в которых производственных помещениях, у которых даже перекрытий в свое время не было, они просто планировались там метров 10-20, не знаю сколько, и которые специально потом делались, строились этажи, можно в таких помещениях вообще строить торгово-развлекательные комплексы. Или они должны сразу предусматривать все варианты спасения людей, потому что это место массового скопления людей. Вот на эти вопросы этот нормативный акт ответов ведь не дает. Тем не менее, как вы оцениваете перспективы вот такой законодательной инициативы, насколько она проходная, да? Еще раз напоминаю, хотят обязать размещать кинотеатры и детские комплексы. Проходная или не проходная, ну, я думаю, что, наверное, они рано или поздно его примут, но, скорее всего, подзадержат чуть-чуть. В нашем эфире, вот тоже в программе «Особое мнение», депутат УЗС прошлых созывов Дмитрий Русских сказал, что это плохо скажется на бизнесе, и торговые центры, если бы вот это незаконодательно было утверждено, не пошли бы по доброй воле на то, чтобы перемещать развлекательные центры и кинотеатры на первых этажах, просто потому что есть законы маркетинга. Первые этажи торговых центров самые дорогие, и туда встают наиболее доходные виды бизнеса. Мы видим там парфюмерные магазины, продуктовые, брендовые магазины, магазины, которые продают ювелирные украшения, и таким образом, если будет такое искусственное перемещение, то экономика торговых центров будет подорвана. Ну, если будет принят нормативный акт, он становится обязательным для всех, это значит, ни у кого не будет на первом этаже торговых площадей, а все площади развлекательные детские и кинотеатры будут на первом этаже, то, соответственно, здесь не будет ни у кого конкурентного преимущества. То есть нормативный акт говорит о том, что у всех будут на первом этаже размещаться кинотеатры, детские центры и развлекательные центры. Это означает, что законы маркетинга в данном случае не работают. К чему это приведет? Ни к чему не приведет. Если будут хорошие и удобные подъемы на второй этаж, люди будут приходить именно в тот торговый центр, в котором можно легко, как на первом этаже, подняться к торговым магазинам. Вот и все. Ну, если мы говорим о законах маркетинга, то и Александр Добрушкис, коммерческий директор торгового центра «Европейский», говорит, что ведь большая... Почему выгодно размещаться на первых этажах и брать за это арендную плату повышенную? Потому что велик процент случайных покупок, пока люди добираются до развлекательных центров. То есть отсекается сразу большой пласт покупателей, и это скажется на экономике. Ну, наверное, в этом есть определенная доля истины. Наверное, какая-то часть случайных покупателей там будет отрезана. Но случайные покупки... То есть тут надо анализы определенные делать. Речь идет о том, что случайные покупки обычно совершают просто шопоголики. То есть это, ну, сродни с некой, так сказать, болезнью. А им, собственно говоря, случайно зайти все равно куда, на второй этаж или на первый этаж. Если они придут в развлекательный центр и увидят, что, о, смотрите, на втором этаже тут развлекательный... Я думаю, что они поднимутся туда и ребенка своего поднимут, скажут ребенку, что вот пойдем, я тебе тоже подарочек какой-нибудь куплю, как обычно. Вот такие законодательные акты, такие инициативы, чем бы они ни были вызваны. Вы правильно совершенно отметили в начале нашей программы, что безопасность пожарная должна быть на всех этажах, а не только в развлекательных центрах. И нужно думать о людях, которые, где бы они ни ходили в торговом центре, были спасены в случае чрезвычайной ситуации. Вот принятие таких, быстрое принятие подобных законодательных инициатив, еще раз, как скажется на развитие этого вида бизнесов сокращение торговых центров, перепрофилирование торговых центров, строительство, развитие сети кинотеатров отдельно стоящих? Ну, перспектив отдельно стоящих кинотеатров очень туманны, с моей точки зрения. То есть, все равно это должен быть развлекательный центр минимум. То есть, это не просто кинотеатр, а еще что-то. Батутный центр, детский центр, там, не знаю, пластиковый лед. Ну, чтобы там можно было, помимо того, что в кино сходить, еще чем-то позаниматься, я думаю, что именно так будет лучше. Что касается того, что они будут перепрофилированы, ну, какая-то часть, наверное, будет перепрофилирована, потому что, ну, в конце концов, если не сами предприниматели, то, наверное, власть должна прийти к выводу, что в таких местах недопустимо устраивать места массового скопления людей. Либо эти торговые центры, которые там на месте бывших корпусов промышленных предприятий построены, либо там должны быть максимально оборудованы пути спасения людей из этих мест. Сейчас прерывается буквально на полминуты. Насчет максимального оборудования и пути спасения существующих торговых центров по городу Кирову мы поговорим сразу после перерыва, потому что Кировская МЧС заявляет, что большое количество торговых центров у нас не соответствует попросту. Огромное количество десятки, несколько десятков нарушений по каждому торговому центру. И не называются эти торговые центры, но указано, что несколько из них, порядка шести, если не больше, имеют неисправимые недостатки. К чему это приведет, обсудим через полминуты. Особое мнение на 101FM Особое мнение в эфире нашей радиостанции. Его высказывает сегодня директор аудиторской консультационной компании Business Inform Азия Сагаев. Кировская МЧС на прошлой неделе на пресс-конференции заявила, что у нас порядка шести, если я не ошибаюсь, торговых центров имеют такие недостатки, неисправимые в части безопасности, именно пожарной безопасности, что им проще закрыться. Названия этих торговых центров не указываются, но и тут непонятно вообще, все-таки они закроются, не закроются, почему не называют их по имени, потому что это ведь сказывается на нашей безопасности. И не произойдет ли в Кирове уже конкретно тоже какое-то перераспределение, не передело, перераспределение рынка. Что последует за заявлениями МЧС, за всеми этими проверками, которые мы наблюдали в течение недели? Ведь вы видели потоки башин, специализированной техники, учений. Ну, я считаю, что такие вещи, то есть результаты таких проверок не могут быть тайной и не должны быть тайной. Поэтому, с моей точки зрения, даже в соответствии с законодательством их можно обнародовать. И, наверное, нужно обнародовать. Просто я думаю, что в число этих торгово-развлекательных центров попали, ну, наверное, такие, куда люди больше ходят там и так далее. И тут вопрос в том, что они сейчас руководствуются, скорее всего, как бы не навредить этим торгово-развлекательным центрам. Потому что здесь нужно подходить с точки зрения, что требования, которые, когда эти торговые центры сдавались, и требования, которые есть сейчас, они могут отличаться. Скажем, там, я не специалист в этих вопросах, сразу оговариваюсь. Ну, скажем, там, где-то вот раньше, допустим, было применять там порошковые системы пожароотушения. А сейчас в обязательном порядке, например, говорю, нужно, чтобы это была водяная система пожароотушения. И перестройка, наверное, будет стоить серьезных денег. Всегда можете, конечно, вы задать вопрос, а как это соотносится со стоимостью человеческой жизни, и так далее, и так далее. Но я не хотел бы сейчас углубляться именно в этот вопрос, потому что ответы на эти вопросы, они всегда достаточно очевидны. Но помимо вот системы пожароотушения, системы оповещения, вот все-таки есть более важные вопросы, куда человеку бежать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И если в этих торговых центрах, еще раз говорю, если там действительно неисправимая ситуация, то есть потому что стену нельзя, например, сделать проход в этой стене, там, рушить, чтобы проход сделать для людей, или по каким-то другим причинам нельзя максимальное число выходов для людей сделать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, то, конечно, недопустимо в таких местах даже системы пожароотушения. Надо закрывать. Надо закрывать, потому что я считаю, что любая система, она всегда имеет ошибки. И мы рано или поздно можем получить жертвы в результате того, что не сработала система пожароотушения, не сработала система оповещения, система освещения, еще чего-то. Потому что вы понимаете, что когда человек в чрезвычайной ситуации, вдруг гаснет свет, и вдруг дым заволакивает, и не знаешь, куда, потому что ты же не дома, ты не знаешь, где у тебя выход находится. Это из дома можно выбежать на раз-два, потому что ты с закрытыми глазами можешь и знаешь, куда, в какую сторону бежать. А в торгово-развлекательном центре, где ты приходишь раз в месяц, два месяца, ну пусть четыре раза в месяц по выходным, что большинство, наверное, составляет, тогда ты ведь не знаешь, в какую сторону бежать. Особенно в такой ситуации. А это понятно, что очень близкая и, скорее всего, ситуация паники, когда мозги работают в последнюю очередь. Азиз Алиевич, то есть правильно я вас поняла, в первую очередь обнародовать название всех центров и их недостатки, во-вторых, при невозможности исправить, закрывать. К следующему вопросу перейдем. На прошлой неделе стал известен региональный оператор по сбору, обработке и утилизации за хранение мусора. Городское предприятие Куприт этим будет заниматься на всей территории Кировской области. Понятен ли вам итог этого конкурса и не смущает ли вас, что на конкурс заявилось только одно предприятие? Ни внешнего оператора, ни там, мы говорим сейчас о Куприте, да, ни САХ не зашел? Ну, меня не смущает, потому что можно было, в принципе, для того, чтобы никого не смущало, можно было бы организовать участие и 10 участников. Вы же прекрасно понимаете, да, это формально можно организовать все, что угодно. Просто на территории Кировской области не нашлось более организаций, которые были бы так или иначе способны заниматься этой работой, то есть имели бы достаточное количество ресурсов, а Кировская область федеральных игроков в этом смысле не заинтересовала. То, что Куприт станет региональным оператором, как вы это оцениваете, потянет ли? У Куприта, я думаю, что есть достаточно сильные стороны, которые позволили бы этой организации действительно стать региональным оператором. То есть это команда, это знание, это умение, это желание и, как это вам сказать, ответственное желание. То есть я просто лично знаю как бы директора и я знаю с каким, ну, то есть это не потирание рук и не хлопание ладоши, что мы победили и участвуем. А это очень такое основательно задумчивое отношение к тому, что если вдруг мы станем региональным оператором, то есть там сразу... Кадровые ресурсы, вы говорите, у них есть, а остальные ресурсы? С остальными ресурсами, что касается, да, с этим придется, я думаю, что им работать. То есть в том смысле, что это все придется что-то докупать, что-то достраивать, что-то получать дополнительно. И в этом смысле без вот этого дополнительного оплаты со стороны населения, потому что государство сегодня это перекладывает на плечи населения с помощью тарифов. Если не будет таких средств финансовых, то, конечно, у Курплита не будет возможности справиться с этой задачей. Ну, с тарифами-то все уже понятно, уже несколько лет предупреждают с момента принятия этого закона, что тариф будет изменен, он будет у нас в квитанциях, мы будем все платить за мусор, хотим мы этого или не хотим, что, наверное, правильно, как вы это оцениваете? Правильно, если бы просто за мусор, то есть я уже как потребитель, да, а когда вопрос строительства этой инфраструктуры государство возлагает на население, с моей точки зрения, это неправильно. Мы будем своих тариф оплачивать создание ресурсов для переработки мусора. Знаете, ко мне удивила новость, буквально она была вчера и сегодня произнесена, в связи с вот этими мусорными бунтами в Подмосковье, да, с трагическими событиями в Алакаламске, было заявлено губернатором Московской области, что Москва решит проблему строительства мусороперерабатывающих сжигательных заводов в течение 3-5 лет, в течение 5 лет полностью. Вот это очень странно, то есть годами, десятилетиями ничего не делалось, и тут произошла трагедия, люди вышли на митинги, люди перегораживали дороги, и вдруг откуда-то обнаруживаются ресурсы, а мы говорим, что строительство таких заводов это безумные ресурсы, да, и в Кировской области до сих пор говорят, что нет таких ресурсов, непонятно, где брать инвесторов, а в Московской области, бац, и они находятся, и за 3-5 лет все будет решено. Не смущает вас это заявление? Переходим в некую политическую плоскость, да? Нет, нет, чисто экономическую здесь речь. Не смущает, потому что до этого петух не клюнул в задницу губернатора Московской области, а сейчас клюнул, потому что ну где было видно такое, чтобы люди вдруг самоорганизовались и вышли на протесты, и не просто какие-то там, как они любят сказать, оппозиционеры, а вышли самые обычные люди, которых вдруг взволновала, значит, среда, в которой они живут. И они вышли ведь, смотрите, без политических требований, но в то же время эти политические требования вытекают непосредственно из их протеста. Потому что кто не сделал, не сделала власть, которая до этого, уже исходя из сказанного, имела такую возможность. Это то же самое, о чем я всегда говорю на ваших передачах. У нас, несмотря на наш маленький бюджет, достаточно ресурсов для решения всех наших проблем. Нужно меньше красть и неэффективно использовать эти ресурсы. Потому что иногда посмотришь там на конкурсы, иногда посмотришь там на тех заданий, которые размещаются, и тебя просто удивляет, что вообще можно такое тех задание размещать. Значит ли это, исходя из ваших слов, что и в Кировской области эти ресурсы есть, и вполне возможно было бы строить мусороперерабатывающие предприятия в перспективе пятилетних? Да, я считаю, что и в Кировской области есть. Следующий вопрос по нашему замечательному аэропорту Победилово. В Победилово хотят увеличить доходы за счет дополнительных услуг, в частности, открытие кафе, где люди могли бы, ожидая, тратить свои деньги. Как вы к этому относитесь? Ну, опять же, экономически. Только экономика, никакой политики, Ази Савич. Ну, какие могут быть сервисные услуги, если там нет проходимости? То есть специально заезжать, это мы когда-то в советское время специально заезжали в аэропорт, потому что там, хотя там постоянно как бы самолеты летали и в село, и в Москву, и куда. Лучший ресторан, да? Да, совершенно верно. На вокзале. Да, на вокзале и в аэропорту были почему-то лучшие рестораны, потому что туда и ездили. Но сейчас у нас в городе, ну, слава богу, есть достаточно приличных, так сказать, точек, где можно такие провести мероприятия, и люди не ездят в аэропорт, чтобы покушать там. И не задерживаются. И не задерживаются. Соответственно, туда, в Шоколадницу, кто будет заходить? В Шоколадницу будут заходить люди, которые приехали сесть в самолет, и у которых есть перед вылетом там пару минут. Но если нет рейсов, то чтобы зайти в Шоколадницу или там в какое-то кафе, что ли, люди будут в аэропорт, ну, это абсурд. Поэтому для того, чтобы выйти, да и вообще, на самом деле, озвучивать и слушать, вот если бы какой-нибудь директор мне, значит, озвучил там подотчетный там директор какой-нибудь, что вот он именно так собирается выйти на прибыльность, я бы сразу этого директора уволил. Потому что прежде нужно увеличить пассажиропоток. Пассажиропоток с помощью кафе не увеличивается. Ну, вот новость последнего времени, буквально вчерашнего дня, North Wing Airlines возобновляет сотрудничество с Кировым и будет обеспечивать в летний период времени полеты в Симферополь и в Крым, замещая саратовские авиалинии таким образом. Хотя саратовские авиалинии до сих пор в расписании там еще висят. Это увеличит пассажиропоток? Ну, сколько рейсов будет, все от этого зависит. Но я бы вот как пассажир... Шесть раз в неделю. Ну, сколько-то увеличит, смотря какие самолеты будут. Какие самолеты будут? Не могу сказать, сейчас открою новость. А, вы имеете в виду по количеству мест в самолете? Да, по количеству мест. Потому что еще непонятно, сколько кировчан готовы лететь в Крым, отдыхать. Есть масса других мест и дешевых, и дорогих, куда люди могут съездить отдохнуть. А самое интересное, я лично как пассажир, прежде всего, как минимум, хотел бы лететь на самолетах авиакомпании, которые, как минимум, имеют самолет не хуже, чем в Руслайне. Уже ухудшать, как это было с саратовскими авиалиниями, мне не хочется. И я, скорее всего, не полечу на таких самолетах. Поэтому я предварительно посмотрю, почитаю отзывы, значит, об этой Норд Винкс авиа стоит ли. Или лучше пешочком куда-нибудь уже, так сказать. В поход по окрестностям Кирова. Живее будешь. И все-таки, я так понимаю, что, по вашим ощущениям, не открытие каких-то дополнительных услуг в самом аэропорту потребительских, не летний период с полетами в Крым экономику Победилова не поправят? Нет. А что, поправят, коротко? Нужно, как минимум, чтобы в день крупных самолетов прилетало-улетало, наверное, штук четыре. На каком направлении? Во всех направлениях. Юг, восток, запад. То есть во всех направлениях. Ну, вот я почему об этом спрашиваю. Потому что депутат русских, на которые мы уже сегодня ссылались, он прежде всего называет необходимость восстановить активное сообщение с Москвой, увеличить количество рейсов. В том числе с Москвой надо хотя бы раза три в день летать. Вам удобно сейчас летать из Победилова в Москву? Не всегда. Не всегда удобно, потому что, когда, видите, у нас связь транспортная в стране такая, что, чтобы куда-то еще уехать, приходится стыковать. Например, я не могу лететь на юг, там, в Баку, например, из Кирова. Приходится лететь через Москву? Приходится лететь через Москву. Либо через Казань, либо еще так. В Казань мы теперь вообще не можем на самолете попасть. Или там куда-то к своим друзьям, родственникам и так далее. Нам приходится через Москву. Поэтому там стыковочно ищешь варианты. Ну, находятся иногда, а иногда не находятся. Приходится там где-то переночевать. Поэтому просто как пассажир, как бы, вот, совсем абсолютно неудобно. А потом есть такие направления, на которых, мне кажется, люди тоже часто летали бы, например, в Скотовкар. С которым все никак не наладится сообщение. С которым как-никак не наладится. Хотя были такие намерения. Прервемся сейчас на полторы минуты. Это программа «Особое мнение». Его высказывает сегодня директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум» Азиз Агаев. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И «Особое мнение» свое сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум» Азиз Агаев. Азиз Альич, поговорим о городе, его благоустройстве и развитии. Вот сейчас особенно, когда ходишь сейчас по дорогам, когда не знаешь, куда ступить, мне просто стыдно за город. Ну, если мы с вами уже не раз здесь оценивали зимнюю уборку улиц и говорили, что в этом году все-таки она значительно отличается от того, что мы видели в прошлые годы. Улицы чистились и даже тротуары, и кое-где вывозился снег. Очевидно, нам и слушатели звонили, говорили об этом. То какую картину вы наблюдаете сейчас? Где главные проблемные зоны? Боюсь сказать, что везде, кроме квадрата, где расположена администрация Кировской области. Театральная площадь. Театральная площадь. И то здесь парковка страшная. Так, ну давайте все-таки, что мы видим? Вот сейчас стоит снег. Что мы видим на улице? Мы видим огромные ямы служим, мы видим, что по тротуарам не пройти практически бывает. Мы видим, что, к сожалению, даже на прошлогодних отремонтированных дорогах сегодня ямы, по которым уже колеса стучат, а это уже Васильевские строили. Ну не Васильевские, а при Васильеве, так скажем, при новой команде. Ну хорошо, при Васильеве, так сказать. Пусть по-вашему будет. Хотя я остался... Нет, пусть будет по-вашему. Мы видим, что в этом смысле, что, собственно говоря, о благоустройстве города мало кто заботится, только больше говорят. Я так бы сказал. Давайте про то, что поговорят. Сейчас тоже с Вами побеседуем. На прошлой неделе, в пятницу, состоялась встреча архитекторов двух московских школ Marshall Lab и архитектурного бюро Wow House. Они приезжали по приглашению Игоря Васильева. И была встреча с общественностью, где московские архитекторы просто обозначили свой взгляд на Киров, видят ли они перспективы развития общественных пространств, внимание здесь. И уделили особое внимание набережной, сети оврагов и центральному рынку. Это насчет внимания наших властей к развитию города, если мы будем говорить именно об общественных пространствах, внешнем благоустройстве и таких пространствах, которые люди посещают. Внимание наших властей. Которые люди посещают, да. Вы читали эти материалы, смотрели. Здесь Вы тоже видите, что это пустые инициативы? Я вижу, что это... Вы говорите, городом не занимаются власти. Я вижу, что это просто пиар-компания, приглашение как бы сторонних архитекторов. Мы когда приглашаем, ну в принципе это нормальные управленческие принципы, приглашать сторонних специалистов. Но ты приглашаешь сторонних специалистов, как правило, после того, как у тебя у самого готова концепция развития общественных пространств. А если... Вы считаете, ее нет этой концепции? Ее нет. Она есть в какой-то степени обрывочно в головах общественников, кто занимается развитием общественного пространства. То есть я от вас слышу, еще от кого-то там где-то в публикациях. Но мы не специалисты. Но вы не специалисты. Вы просто, как вам видится, вы об этом говорите. Как вам желается, так сказать. Да, пытается вокруг себя обустроить. А концепции развития общественного пространства нет в Киеве. Так может быть, поэтому и приглашают сторонних специалистов, чтобы начать с ними работу, потому что нет собственных специалистов, которые разработают концепцию. Когда ты приглашаешь, если у тебя нет собственной концепции, и ты не можешь составить такую концепцию, а я думаю, что многие наши специалисты бы возразили, что они не могут это сделать. Они возражают, конечно. То есть ты сначала констатируешь этот факт. То есть, опять говорю, как специалист по управлению. То есть нужно честно признаться и сказать. Ты сначала говоришь, нет, у нас нет специалистов, которые могут в этом направлении работать. И после этого ты ищешь специалиста на стороне. Потому что вся эта болтология и пиар-компания уже, честно говоря, надоели. Что вас уверит в том, что это не пиар-компания, а пускай первые, но шаги. И шаги уверенные. Которые делают руководители области и города для того, чтобы областной центр менялся. Что вас убедит? Что вы должны увидеть, пощупать, не знаю, где побывать? Я должен увидеть нормативно утвержденный перечень мест общественного пространства, которые мы собираемся изменить. Утвержденный перечень. Мы его утверждаем. Потом говорим, окей, выделяем такие-то денежные средства на то, чтобы эти общественные пространства были приведены, ну, если не в совершенное состояние, то близкое к совершенству. И после этого мы говорим, все, давайте ваши проекты. Мы из этих проектов начинаем. Вот, понимаете, тогда отпадет необходимость приглашать кого-то. То есть мы объявим соответствующий установленный конкурс. Люди выберут на этом конкурсе. Мы пригласим этих специалистов, которых пригласил сюда, значит, губернатор. Скажем, ребят, у вас есть видение, да, вы молодцы, вы же не для приара приехали, наверное, да, вы просто свое видение есть. Давайте, реализовывайте ваше видение, участвуйте в конкурсе, покажите ваше видение. То есть пойти от обратно, сначала самим определить, а потом специалистов приглашать, а не сначала выслушать все взгляды специалистов изнутри и снаружи, а потом уже определять пространство. Такой путь, скорее всего, правильнее у нас, в Кировской области. Хотя, может быть, в городе Кирове, может быть, и другой вариант тоже возможен. Тогда он должен быть более целостный взгляд на город. То есть тогда мы должны просто посмотреть на город, ну, как бы сверху, и сказать, что вот такие-то, такие-то общественные пространства, то есть концептуально, да, понятно, что когда ты разродиться на отдельные места, благоустраиваешь, вроде как, ну, у нас же единый город. То есть если мы хотим единый стиль в городе видеть, понятно, что сразу должны единый взгляд подавать там на благоустройство города. Хотя первое второму не противоречит, и второе первому тоже, ну, с моей точки зрения. Опять я прошу учесть, что я не специалист по дизайну и архитектуре. Но пока вы не видите конкретных шагов, которые убедили бы вас, что будет результат. Не вижу. Еще один замечательный совершенно новостной повод у нас возник на прошлой, даже на этой неделе. В генплан города предлагают включить троллейбусный маршрут до Кирова-Чепецка. И предложение это исходит от депутата городской думы Николая Барсукова. Как вам нравится эта история? Ну, видимо, слышал звон, да не знает, как бы, откуда он. А у господина Барсукова все-таки основывается на том, что ожидается создание некой агломерации, о которой много говорят. Киров, Киров, Чепецка, Слободской. Троллейбусный маршрут. Покопался на форумах Шаклеинских и Белыховских, видимо, оттуда как бы, потому что этот вопрос еще при Шаклеине начинал обсуждаться. Потом при Белыхе, я помню, что вопрос активно достаточно обсуждался по созданию агломерации. И троллейбусный маршрут, он обсуждался, но не в нынешнем виде. Обсуждался, что после строительства моста, после строительства моста где-то там у Нововятска, да, через Нововятск напрямую в Чепецк. Там будет 20 километров всего расстояния до Чепецка. И там пустить, значит, троллейбусный маршрут. Там еще и про электричку говорили. Что-то Барсуков, видимо, не дочитал как бы все материалы этих вот форумов. Там говорилось и об электричках, непосредственно электричках Чепецка и Киров. То есть, когда уже мост будет, то какие проблемы-то? Раз-два, и ты на месте. Вот такие заявления депутатов Городской Думы, когда вы слышите, о чем вам говорят? Говорят о том, что очень много депутатов в Городской Думе непригодны профессионально. Ну, может быть, как генератора идей? Генератора идей? В смысле, как плагиатора идей? Уж не знаю, это как вы посчитаете. Ну, я вам говорю, что эти идеи, они опубликованы, они есть на форумах. И несложно как бы рассчитывать на то, что мы не знаем об этом или мы не помним. Мы все люди, кто участвовал в этих форумах, они все помнят эти идеи. Они активно разрабатывались. Да вы можете вот Шевелева пригласить, он вам наизусть, наверное, озвучит все такие идеи, которые мы обсуждали и при Шаклении, и при Белыхе. Последний вопрос, непосредственно к вам обращенный. Вы достаточно критично сейчас комментируете инициативы, которые возникают со стороны городского или правительства, или областного правительства в отношении благоустройства. Поощряете общественников, но понимаете, что они глобально не изменили ситуацию. А сами вы в этом процессе участвуете? Голосовали, например, за объекты благоустройства 18 числа? Нет, не голосовал. Почему, Азиз Алиевич? Объясню, почему. Я об этом все время говорю, но еще раз отвечу. Я не считаю, что точечно можно развивать и нужно развивать город. Даже пусть этих точек будет 10. Я считаю, что нужно сначала разработать концептуально концепт развития города, утвердить его, и уже дальше в соответствии с этой концепцией точно развивать город. Потому что в городе есть проблема не только благоустройства парков, с которыми я согласен, что их надо благоустроивать, но есть проблема общественного транспорта. Есть проблема дорог. Есть проблема школ. Есть проблема строительства. И когда я их называю, я их называю не для того, чтобы показать, какой я осведомленный или какие негодяи работают в городской администрации, а я хочу сказать, что нет концептуального подхода к развитию города. И если вы помните, когда вы меня спрашивали про Ковалеву, я вам говорил, прекрасный специалист в области бюджетного финансирования. Ивана Васильевна Ковалева. Да, но я ее не знаю как специалиста по развитию социально-экономических систем, территорий. Это полностью подтверждается. Сегодня уже вот то время, которое она находится на посту главы, говорит о том, что я был прав. И это Азисагаев. Он был прав в своем особым мнении. Безусловно, мы его принимаем в нашей программе, потому что это ваше особое мнение. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM